Добрый день, дорогие друзья! Ну что ж, интернет-телевидение Сиапуль ТВ и обучающий центр кибермаркетинг продолжает свою серию вебинаров. Сегодня у нас в эфире очередной докладчик, дебют у этого человека, Сергей Сморовоз, который поделится своими навыками работы и вообще своими наблюдениями о том, как же с помощью фотографий можно повышать свою конверсию, использовать инструменты продвижения. Приветствую вас, дорогие зрители. Меня зовут Сергей Сморовоз. Я занимаюсь профессионально SEO-оптимизацией, разработкой сайтов и в последнее время очень активно занялся профессиональной фотосъемкой. Что ж такое фотография для интернет-магазинов, интернет-маркетинга? В первую очередь, как первым пунктом в слайде идет, это один из инструментов маркетинга для SEO. Что это дает? Это дает, я бы не сказал, что это дает большой бонус для продвижения в органической выдаче, но тем не менее это может давать дополнительный трафик в виде картинок, который отображает Яндекс с правой стороны под директом. И Google подмешивает ее в органическую выдачу. Здесь вы можете смотреть у Google из пяти картинок, соответственно, пять фотографий, которые сделаны мной. И они также показаны по запросу рекламная съемка часов. Продвижение картинками и дополнительный трафик. Если поискать в Google, то можно найти ролик, сделанный двумя Александрами представителя Яндекса. Они описывают систему, каким образом Яндекс делает поиск картинок и определяет дубликат это или оригинал. Очень много информации в этом ролике было дано. Скажу, что года, наверное, четыре или пять лет назад я делал эксперименты по уникализации картины, когда приходилось создавать интернет-магазины, а материала, как обычно, качественного контента не было. Приходилось использовать сторонний контент и как-то пытаться его уникализировать. Этот ролик дал, скажем, информацию, которая подтвердила те действия, которые были проделаны. И все-таки уникализация этих картинок сработала. В Яндексе немножко изменилась форма подачи картинок. Раньше она была другая, сейчас она больше похожа на Google. Если человек заходит в поиск по картинкам, то на слайде можете видеть, что из порядка, наверное, 30 картинок где-то 30% соответствует именно тем товарам и тем фотографиям, которые были сделаны мной. В Яндексе поиск по картинкам происходит немножко с погрешностью, потому что они учитывают околокартиночный текст, и вы видите, что бокал, нож и чайник, они оказались случайно и никак не могут соответствовать запросу, который был введен в Яндексе, но они были рядом с теми часами, с теми, вернее, карточками, теми объектами, которые были настроены под запрос, который вы видите, рекламная съемка часов. В Google примерно такая же картина, тоже порядка, не помню, порядка 30 картинок, и где-то процентов 30, ну, треть, наверное, от этих картинок, опять же, занимают те работы, которые были сделаны мной. Соответственно, при правильном оформлении, при грамотной настройке контента, графического контента на вашем сайте, вы можете получать достаточно большой бонус для получения дополнительного трафика. Здесь мы видим, соответственно, данные, которые приводят нам Яндекс.Метрика по трафику с Google картинок, Яндекс.Картинок, и можем заметить, что доля Яндекс.Картинок значительно меньше, чем доля с Google картинок. Это связано с тем, что в Яндексе выдача картинки немножко отличается от Гугла. Если вы в выдаче Гугла поиска по картинкам щелкните на той или иной картинке, вы попадаете на страницу, на которой она размещена. В Яндексе, если же щелкнуть на разрешение указанной картинки, то вы открываете просто картинку, и, соответственно, человек не попадает на сайт. Если вам нужно попасть на сайт, то, соответственно, нужно перейти по ссылке, которая указана рядом с изображением, вернее, не с изображением картинки, а рядом с разрешением картинки. Соответственно, доля поискового, доля картиночного трафика с Яндекса немного меньше, чем с Гугла. Третий пункт – это рекламная фотография, вирусная художественная фото. То есть, в принципе, хотелось бы обсудить возможные варианты фотографий, которые могут быть использованы вам так или иначе во всех ваших работах, сайтах, интернет-магазинах. Без ложной скромности хотелось бы представить несколько фотографий, которые, я считаю, как определенные вершины в этом творчестве. Наверное, вы видели сложные объекты, которые представлены не самым лучшим образом. Здесь кастрюля полностью с отражающей поверхностью, первая и вторая, и она не показывает никаких дополнительных паразитных бликов ни фотографа, ни фотоаппарата и так далее. То есть, здесь это было достигнуто определенной световой схемой и с минимумом фотошопа, для того, чтобы не удалять все артефакты, которые попадают на фотографию. Для сравнения, вы можете зайти в любой поисковик, набрать запрос кастрюли, и вы увидите нечто вот такое. Кому-то это, может быть, нравится, но в большинстве случаев, кого я спрашивал, все-таки более чистый, более качественный товар, представленный на фотографии, он, скажем, наверное, больше дает бонус самому магазину, то, что магазин позволил себе сделать качественный товар, позволил вложить в себе определенные средства и представить товар в более выгодном свете, а не тяп-ляп на мыльницу в непонятно каких условиях. Дальше идет художественное фото. В принципе, картинок подобного, подобной этой в интернете очень много. Единственное, что мог бы я сказать об этой картинке, что она сделана в виде панорамы, и здесь 7 кадров вшивных. Ну, скажем, что тут такого? Ничего особенного, таких картинок полно. Если мы посмотрим следующую картинку, то она сделана в это же время, с интервала, наверное, 5 минут. Этот же пейзаж, но уже в инфракрасном цвете. Если кто-то занимается фотографией, то он знает, для того, чтобы добиться инфракрасного изображения, необходимо кадр экспонировать порядка 20-30 минут. Если бы это происходило в этом случае с этой технологией, то Солнце, которое находится в правом углу, оно бы уже было давно в зените, и мне бы не удалось этого сделать. Соответственно, используя определенную технологию, определенные навыки работы, получилось сделать инфракрасную фотографию, подобную той, что было сделано в обычном варианте. Эта фотография, соответственно, при сравнении обычной фотографии и инфракрасной фотографии у людей вызвала определенный, ну, скажем так, восторг. И на сайте, фотосайт, фотография инфракрасная заняла первое место фото дня в тот день, когда она была опубликована. Я не скажу, что это был очень большой трафик и очень была большая конверсия именно с этого изображения, но при определенном использовании, при определенных условиях можно использовать художественное фото также для привлечения дополнительного трафика. Здесь вы видите в сравнении этих двух картинок, которые, казалось бы, обычные в обычном условии, но когда люди могут сравнить тот же самый вид в разных ситуациях, то это, ну, скажем, дает больший эффект. Значит, следующий вариант, это по жанру сложно назвать, что это такое. Это была съемка заброшенной церкви где-то под Угличем в километрах, наверное, сорока. Наверное, это больше относится к вирусной фотографии. Если ее использовать либо в блоге, либо на сайте и дать ссылку в тех сообществах, где обсуждаются памятники архитектуры, где обсуждаются какие-то религиозные строения, именно те, кто защитники памятников и архитектуры, то был бы очень такой неплохой вирусный эффект. Я думаю, что порядка 20-30 ссылок на первый источник это бы картинка могла бы принести. Репортажная фотография. Я ее называл «Собянин на рыбалке». Значит, репортажная фотография тоже имеет определенный характер, но ввиду того, что это краткое событие, и оно может быть актуально только какое-то определенное время, этот стиль рекламной репортажной фотографии достаточно дорогой. Вам необходимо постоянно держать фотографа в тонусе, постоянно отслеживать все события, которые происходят, постоянно должен быть на точках, должен быть репортаж. То есть это более дорогое, скажем так, удовольствие для маркетинга фотографии. Но, тем не менее, тоже можно использовать в разных социальных сетях, получать социальные какие-то отклики и получать, возможно, даже ссылки на сайт, где будет размещена эта фотография. Вирусная фотография. Значит, эту фотографию я назвал «Труп невесты» как вариант, может быть, промо-вариант для одноименного мультфильма Тима Бертона «Труп невесты». Ну, скажем так, здесь говорить как бы не о чем. В наших сообществах эта фотография была не так хорошо воспринята, как в западных сообществах. Там, видимо, либо культура другая, либо просто им ближе творчество Тима Бертона, то там люди просто аплодировали вот этой фотографией. Здесь у нас, скажем, эта вирусная фотография не получила должного эффекта. Ну и черный квадрат. Спорить можно очень долго по поводу произведения Малевича. Но если рассматривать именно черный квадрат в отрыве от контекста, то возникает очень много споров, что ребенок может то же самое сделать, и здесь, в принципе, нет ничего гениального. Я считаю, что это не совсем правильно, потому что этот квадрат Малевичем был нарисован в качестве декораций в 1913 году к одной из опер. И там он имел очень большое смысловое значение. Но потом его стали использовать уже как отдельное произведение, и поэтому люди просто не понимают, в чем же гениальность этого произведения. Лично я считаю, что это не гениальное художественное произведение, а гениальный маркетинговый ход. Потому что если черный квадрат использовать как акцент и сравнивать его... Ну, представьте, что в картинной галерее висит огромное количество разных цветных каких-то изображений, и тут появляется черный квадрат. Издали он с большей долей вероятности привлечет ваше внимание, и вы на него отвлечетесь. Смотреть там нечего, в принципе. Черное пятно и черное пятно. Но с точки зрения маркетинга это акцент, который ваше внимание притягивает и заставляет вас либо восхищаться, либо плеваться, либо как-то еще реагировать на этот черный квадрат. Если его помещать среди других цветных пятен, как в данном случае, то наверняка он все равно будет привлекать ваше внимание. Хотя здесь достаточно много, скажем так, картин, которые достаточно известны и достойны большего внимания, чем этот сам черный квадрат. Меняя их местами, акцент этот все равно не теряет. Неважно, находится справа он, или слева, либо по центру. Оставаясь акцентом, он все равно притягивает на себя внимание. Здесь я хотел бы обратить ваше... Особенно подчеркнуть этот момент. И в дальнейшем в композиции я буду говорить о том, как необходимо делать акценты в ваших интерфейсах, в вашей карточке товара, для того, чтобы привлечь внимание и совершить пользователя какое-то определенное действие. Если посмотреть превьюшки тех слайдов, которые были показаны, то вы увидите, что опять-таки, что в большом изображении, что в малом изображении, опять-таки, черный квадрат, он привлекает к себе внимание. Акцент здесь есть. Если этот акцент сделать цветным, то тут вообще уже просто глаз не оторвать, насколько он сильно привлекает к себе внимание. Что хотелось бы сказать по этому поводу? Делая акценты в виде изображений, здесь необходимо учитывать цветовую гамму этого акцента, для того, чтобы он не перетянул на себя вообще все внимание и не отвлек от самого главного действия, зачем приходит к вам пользователь на сайт. Здесь мы поговорим, значит, по поводу акцентов, которые расположены, ну, скажем, эти фотографии можно назвать некие равнозначные. Как вы реагируете, вот когда работаешь с аудиторией, то люди сразу могут сказать, что, допустим, здесь или здесь у них внимание привлекается больше. Используя Google Аналитику, можно посмотреть в процентном соотношении, как перераспределились клики по этим картинкам. Здесь виден явный фаворит, это некое красное пятно. Художественная ценность этой фотографии довольно спорная, но, опять же, красный акцент, он привлек на себя внимание и перетянул на себя гораздо больше кликов, чем все остальные фотографии. Вернее, нет, не все, не гораздо больше, а значительное число. Менее, скажем, явный акцент, который держит 16%, это некий сюр, который всегда привлекает людей. Если поменять эти фотографии местами и добавить в эту композицию уже другие фотографии, поменять одну, добавляем сюда ребенка и смотрим, как перераспределились клики. Значит, красное пятно, красный акцент в левом углу сразу же теряет значительную долю процентов. И между собой делят три акцента. Это сюр, ребенок и восход, либо это закат по правой картинке. Если отмотать назад и посмотреть, что картинка заката или восхода, она была практически аутсайдером. Здесь она уже становится более заметной, наверное, в связи с тем, что появился другой элемент композиции. И внимание людей, оно сразу перераспределилось. Люди стали кликать уже немножко в другом порядке. Опять меняем картинку и смотрим опять, как изменяется кликабельность. Соответственно, ребенок в этом конкретном случае перетягивает на себя все клики. Фотография сюр, дождь, как я ее назвал, остается опять же в фаворитах, а все остальные, ну так, в незначительной степени. Значит, поменяем полностью все картинки и посмотрим, как здесь перераспределится внимание и клики людей. Значит, что происходит в этом случае. Значит, здесь побеждают люди и экшен, движение машины, хоккей и человек, который с микрофоном что-то либо поют, либо работает на сцене. Опять меняем, вносим картинку. Я бы назвал это зеленый квадрат Малевича с бабочкой. И сразу смотрим, как уже меняется расстановка сил. Акцент, цветовой акцент, очень мощный, очень яркий, перетягивает на себя все внимание. И если вы обратите, если посмотрите, что на предыдущем слайде автомобиль, он был лидером, то в данном случае автомобиль теряет почти в 4 раза внимание аудитории и все внимание уходит на бабочку на зеленом фоне. Этот акцент в данном случае просто побеждает. Самое главное, что хотел сказать, это акценты, которые используются в виде фотографий, в ваших интерфейсах, на карточке товара, либо в списке товарных позиций, либо в чем угодно. Не забывайте, что ваши товары, расположенные так или иначе, они начинают друг с другом конкурировать. Здесь необходимо постоянно проводить тестирование, постоянно сравнивать внимание той картинки, смотреть на приоритеты, какая картинка над какой доминирует. Если у вас какая-то товарная позиция, она является более значимой, соответственно, ей нужно уделять больше внимания, либо ее выделять как-то графически особенным образом, либо помещать ее так, чтобы она не конкурировала с другой картинкой, которая, допустим, менее значимый товар. Иначе у вас клики и переходы по этой товарной позиции будут значительно меньше. Фотография в повышении конверсии. Очень простой пример. Данный объект, бокал, представленный как товар магазина Роношоп. Этот бокал – это одна и та же фотография. Что произошло? После съемки владелец бизнеса решил, что ему будет гораздо дешевле собственными силами произвести обработку снимка. Я думаю, что вам не составит труда определить, какую фотографию владельцы бизнеса сами сделали, а какую фотографию сделал я уже после того, как у них ничего не получилось. Правильно, левая фотография – это их творчество, правая фотография – это уже мое творчество. По конкретному товару. Что могу сказать? Когда они разместили эти бокалы у себя на сайте, где-то, наверное, полгода вообще никаких продаж не было. После того, как эти фотографии были переделаны и размещены другие, в течение недели вот этот набор шести бокалов был продан, наверное, пятью или шестью партиями. То есть по пять, примерно пять-шесть коробок. Сравните, полгода вообще никакого движения, и за неделю, буквально две, было куплено несколько экземпляров. При этом никаких-то определенных внешних манипуляций, дополнительный трафик, изменений внешних никаких не было. Просто был изменен внешний вид товара. Те часы, которые я вам показывал, сейчас я вам еще покажу. Вот таким вот образом, примерно такие же часы были размещены на сайте. Ну, здесь просто без комментариев. Не знаю, как у вас, лично мое восприятие в данном случае, что копирайт, который был наложен на циферблат, он просто убивает товар, вызывает ассоциации, что либо стекло там побитое, поцарапанное, либо сам корпус какой-то. Ну, не возникает желания купить вот эти часы, которые на следующей фотографии, это же из этой же серии, практически те же самые часы, которые, ну, как мне кажется, я могу быть, конечно, не объективен, но мне кажется, выглядят гораздо лучше. Важный момент дополнения. Когда вы размещаете товар, либо в каталогах, либо на сайте, если есть возможность этот товар масштабировать в рамках монитора, то старайтесь его делать так, чтобы он выглядел так, как будто человек его может взять в руки. Вот если данные часы, не знаю, там пропорция сохранилась, когда презентация версталась под съемку, если данные часы к ним, к монитору приложить руку, то они, в принципе, могут соответствовать тому размеру, который мог бы у вас лежать на руке. Это правило практически всех ювелирных изделий и всех предметов, которые имеют достаточно маленький размер. Как дополнительное изображение можно проводить макросъемку, выставлять как доп. изображение отдельные фрагменты этого товара, подчеркивать какие-то определенные особенности этого товара. Но вот то, что сделано на этом сайте, лично моё мнение, что несложно, конечно, нет данных по конверсии по этому сайту, но я думаю, что конверсия здесь очень плохая. Продолжим дальше. Значит, влияние образов и элементов образа на конверсию. На следующем слайде вы видите определенный, скажем так, эксперимент, который был проведен в виде тизеров. Использованы два графических образа. Значит, настроены они были абсолютно с одинаковым таргетингом, абсолютно одинаковый текст на одних и тех же площадках. Различались только фотографии этих двух элементов. Возвращаясь к рассказу о черном квадрате, сразу вам скажу, что этот акцент в виде красного пятна на бокале, это не мною выдумано, просто некоторые товары идут с этими наклейками, а некоторые идут без этих наклеек. Вот так они выглядят в каталоге. Соответственно, весь трафик шел на эту страницу с этим товаром. Ну, было бы логично, конечно, когда размещались эти тизеры, использовать два вида товара. Как показала в дальнейшем практика, трафик, вернее, не трафик, а CTR по картинке с красным акцентом, он оказался несколько выше, чем трафик по тизеру без красного акцента. И данные вы можете посмотреть, соответственно, следующие. Когда уже стали анализировать конверсию и качество полученного трафика, то оказалось, что без красной этикетки трафик оказался гораздо чище, чем по красной этикетке. Это можно объяснить следующим образом, что попадая тизер в определенные условия, там, где происходит эта реклама, он за счет красного элемента привлекает на себя внимание, вот то, о чем я вам говорил. И человек, даже, может быть, не интересуясь в данный момент этим товаром, вольно или невольно совершает некое действие клик. Но если мы говорим о платной рекламе и трафик вы получаете, оплачивая за каждый переход, то это не совсем правильно тратить деньги на грязный трафик, грязный в кавычках. И более правильно, соответственно, проводить постоянно АБ-тестирование, использовать разные образы и смотреть, где больше конверсии. Если вы не платите за каждый клик, то, конечно, нужно использовать как можно больше разных вариантов для того, чтобы привлечь больше людей, потому что в абсолютных величинах трафик, конечно, будет больше с картинок, где есть какие-то явные, яркие акценты. Ну и, наверное, вы можете догадаться, что конверсия уже по продажам была, конечно, именно в том трафике, который без красного, без красной этикетки. То есть человек заметил этот бокал, скорее всего, он ему был нужен, и, скорее всего, он пришел его и купил, потому что он среагировал не на акцент, который был размещен на этом тизере, а на сам товар, на сам объект. Значит, по акцентам мы уже говорили, теперь хотелось бы вам рассказать по поводу слепых зон. Эти, на следующем слайде, эти фотографии не мои, сразу скажу, это я нашел в интернете. Они сделаны на основе исследований глазных трекеров, как люди смотрят на страничку. На среднем слайде, где почти в середине большое яркое пятно, можете видеть, что левое меню, оно практически пустое, и глаз там не смотрит. В отличие от левой картинки, где, опять-таки, внимание все распределено на текст, но люди при этом замечают, что он находится слева, в левом меню. Сходя из этого, я могу сделать предположение, что картинки имеют определенным эффектом, который, учитывая специфику нашего зрения, когда мы смотрим слева направо, они эти картинки привлекают на себя, акцентируют на себе внимание настолько, что все, что слева и все, что неграфическое от картинки, оно попадает в слепую зону. И здесь, конечно, хотелось бы вам, вас предостеречь и сделать рекомендацию, что если вы размещаете карточку товара, то постарайтесь избежать размещать слева от карточки товара, фотографии, на фотографии карточки товара, каких-то элементов меню, которые являются списком дополнительных товарных позиций или еще какой-то дополнительной информации, они, скорее всего, эти элементы будут попадать в слепую зону. И пользователь их просто не увидит, он не будет знать, что они там есть. Как вариант, в этом слайде тоже описывается эффект слепой зоны. Вспомните, да, что машина, движущаяся машина в центре, она привлекла себе гораздо больше внимания, чем все остальные. Как только появился новый акцент, он тут же машину вывел в слепую зону. Несмотря на то, что слева от зеленого квадрата с бабочкой находятся еще две фотографии. И машина, попадая в слепую зону, она сразу потеряла в четыре раза, акцент в четыре раза стал меньше к этой машине, нежели к другим фотографиям. Только потому, что она оказалась слева от более яркой, более акцентированной, более акцентированного образа. Значит, есть у меня несколько кейсов, но не все владельцы бизнеса разрешили показать, продемонстрировать то, что было проведено. На следующем сайте, на следующем слайде, я поделюсь с вами определенными исследованиями, которые позволили улучшить конверсию этого магазина. При анализе, при осмотрении карточки товара были сделаны некоторые пожелания. И сразу они были воплощены в жизнь, потому что они не сильно влияли на изменение дизайна, на изменение интерфейса. Значит, первое, что было сделано, социальные кнопки были убраны из зоны цены и кнопки «Купить». Кнопка «Гарантии» также была оттуда убрана. Было убрано окно, где человек мог поставить один или два товара. Логически, если рассудить, если мы покупаем не продукты питания, то двое или трое часов в здравом уме человек вряд ли станет покупать. Поэтому, как вариант, в данном конкретном магазине, магазин под подарков «Випрезент», были убраны все лишние элементы и были оставлены только главные элементы. Это фотография, цена, кнопка «Купить». Причем акцентированно был акцент, вот то, о чем я говорил, был смещен на кнопку «Купить». Но ввиду того, что он, этот акцент, графический элемент, кнопка «Купить», она не столь большая, значительно меньше, чем сами часы, она не конкурирует с графическим образом. Но, так или иначе, она привлекает к себе внимание больше, чем все остальные элементы дизайна. Значит, что получилось? Сразу же после изменения на карточке товара в целом по магазину конверсия увеличилась в два раза. Если вы видите на графике 6.08, это был понедельник, изменения были внесены в выходные, в понедельник сразу был скачок по конверсии практически в два раза. Дальше, как август месяц, это не самый урожайный в данной тематике, то мы видим по графику все больше и больше рост. Соответственно, есть определенное объяснение тому, что товар стал более востребован. Но изменения на карточке товара, которые были сделаны без каких-либо исследований, без каких-то дополнительных аналитик, просто на основе взгляда на композицию дали вот такой вот эффект. Но было бы все хорошо, если бы не было каких-то определенных проблем. Как обычно, в каждом случае нам приходится работать в каких-то определенных рамках, которые нам ограничивает заказчик. Значит, что получилось? Я вам специально показал не весь экран, рабочий экран этого магазина. И дальше на слайде вы можете видеть уже полную картину. Вот это вот левое оранжевое меню. Я уже не знаю, чем именно мотивировался дизайнер, когда рисовал этот дизайн. Возможно, он знал о слепых зонах и пытался подчеркнуть как-то меню, которое расположено слева. Но, используя это, он оказал медвежью услугу в целом владельцу бизнеса, потому что этот оранжевый акцент он очень сильно перетягивает на себя, пытаясь выйти из слепой зоны. То, что находится слева от фотографии, он создает очень неприятный акцент, который отвлекает внимание от самого объекта и от кнопки купить. Можно было поиграться с цветом кнопки купить, сделать ее красной, синей, фиолетовой и так далее. Но это был бы уже просто полный винегрет, и мы бы дошли до ситуации абсурда с новогодней елкой. В данном случае была настоятельная рекомендация владельцу бизнеса переделать каким-то образом дизайн. Не знаю, как они будут решать вопрос с дизайнером. Но я думаю, что если бы карточка товара выглядела бы вот таким вот образом, как показано на слайде, без этого агрессивного давления со стороны левого меню в оранжевом виде, конверсия была бы еще выше. Но, несмотря на это, даже в таком варианте, как было и как стало, конверсия уже возросла в два раза, только всего лишь по рекомендациям, которые были сделаны на основе просто композиции. Товар, цена купить. Размероставлены акценты, убраны лишние, отвлекающие какие-то элементы дизайна, и результат налицо. Очень рекомендую почитать книжку «Золотая пропорция человека» автора Коробко. Если внимательно ее почитать, то вы просто будете, мягко сказано, удивлены, а то, возможно, ошеломлены, насколько золотое сечение окружает нас вокруг во всем, просто во всем. Не буду вдаваться в детали, в подробности, но очень рекомендую эту книгу по чтению. Если представить этот треугольник, тот самый золотой треугольник, то он выглядит примерно так. Вершина треугольника смещена либо вправо, либо влево по золотому сечению, и вершина всегда вверх. Сравните следующий слайд с картиной «Утро сосновом лесу» или «Три медведя», как ее назвали в простонародье, и этот золотой треугольник. Вы заметите, что наш взгляд описывает по картине примерно ту же самую траекторию, которая отображена на этом треугольнике. Самое, что интересно, картина, это называется «Три медведя». Хотя на самом деле называется «Утро сосновом лесу», но в народе их прижилось название «Три медведя». Википедия дает информацию в данном контексте, что вполне возможно это название было придумано, исходя из фантика, который в советское время продавалось в виде конфет. Этот фантик выглядит так. Я не знаю, как можно было придумать, что название «Три медведя», хотя тут явно написано, нарисовано «Четыре медведя». Но так или иначе, это присутствует. И здесь вот «Троица», «Три», тройной элемент, видимо, связанный с какими-то уже какими-то религиозными вещами. Спорить с этим довольно сложно, просто нужно принять и это использовать. правила золотого треугольника в композиции. Если мы посмотрим на два варианта этого треугольника, то второй вариант обычно аудитория описывает как более неустойчивое положение, то, что вызывает какие-то негативные эмоции. Если мы перейдем к построению карточки товара на основе правила золотого треугольника, и попробуем разместить элементы композиции, как представлено до этого, перевернутый треугольник, то многие в аудитории говорят, что эта композиция более неустойчивая, она склонна к тому, чтобы завалиться направо и сильно отрицательно люди реагируют на данное расположение. В отличие от этого расположения, когда акцент кнопки «Купить» и «Цены» размещен ниже, композиция становится более устойчивая. И наш глаз, описывая движение треугольника, оказывается в гармоничном ситуации, когда последний акцент, кнопка «Купить» находится именно в правом нижнем углу. И наблюдая за бокалом, оценивая сам товар, видя цену, которая не должна быть кричащей, акцент остается мотивационный акцент на кнопке «Купить». Это вот то, что было применено в предыдущем примере с часами, когда карточка товара была переделана именно по золотому треугольнику. В завершении моего выступления хотелось бы вам порекомендовать, каким же образом выбирать фотографа для съемки вашего интернет-магазина. Первым делом вы можете сделать запрос в поисковых системах и найти сайты, где фотографы предлагают свои услуги. Первое, на что хотел бы обратить внимание, желательно все-таки вам договариваться с фотографом, который имеет свой сайт. Во-первых, он уже ближе к интернет-индустрии, раз он создал свой сайт. Во-вторых, вы можете получить ссылочную массу, небольшую, но тем не менее, размещая какие-то товарные позиции у себя на сайте, он может сослаться на ваши карточки товара. Третье, вы можете с ним договориться о размещении товарных каких-то позиций, которые будет он публиковать на разных фотохостингах и, соответственно, уже идет косвенная реклама уже вашему товару, вашему бренду либо вашему магазину. Ну и напоследок фотосъемка для магазина и каталога своими руками. Значит, что здесь мог бы вам порекомендовать? Если у вас достаточно большой ассортимент, это от 1000, наверное, и больше, вам, в принципе, может потребоваться штатив, 2-3 источника постоянного освещения, галогеновые лампы 150 Вт, лайткуб, это кубическая такая фигура с прозрачными стенками, и комплект фотоаппаратов. Если вы любите Canon, можете взять Canon 40D плюс макрообъектив 60 мм 2.8. Если вы любите Nikon, вы можете взять Nikon D90 и объектив 62.8. Значит, стоимость такого комплекта не очень большая, где-то порядка 30-40 тысяч, если брать БУ, новый, по-моему, сейчас 40D не очень продают. Вам этого достаточно будет для того, чтобы снимать товар для веба, не для каталогов, для веба, для каталогов размера картинки может не хватить. И, соответственно, использовать его для съемки в корпоративах, там, где угодно. Выглядит это примерно вот так. Это съемка в шоуруме одного из магазинов, где снималась посуда. Резюмируя выступление, хотел бы еще раз пройтись по всем пунктам. Значит, фото для SEO и продвижения картинками. Это очень хороший инструмент, который позволяет получать дополнительный трафик. Это, может быть, не самый хороший, не самый конвертируемый трафик, но так или иначе он все-таки дает вам прирост посещаемости. Фотографии могут быть разные. Это рекламное, вирусное, художественное фото. Все они будут так или иначе при грамотном использовании будут работать на ваш сайт. Всегда старайтесь определять с фотографом, как вы будете фотографировать, что вы будете размещать, какие образы это будут использованы для того, чтобы при размещении товара не было конкуренции среди элементов вашего магазина из самого товара. Не забывайте про слепые зоны, про правила золотого треугольника. Ну и удачных вам продаж. В принципе, у меня все. Спасибо, Сергей. Ну что ж, познавательно получилось. Обучил нас основу фотографирования. Несколько вопросов таких, сейчас я их задам. Что ты посоветуешь, как делать фотографии медицинских услуг? Чему лучше уделять внимание? Например, клиника занимается лечением спины, позвоночника, суставов, размещается фото в процедурных кабинетах. Как улучшить? Значит, в этом случае у меня есть медицинские центры, клиенты, с которыми мы работаем. И пришли к тому мнению, что необходимо, во-первых, фотографировать не модели в не в костюмах, в халатах медиков, а фотографировать реальных, настоящих врачей. Потому что люди, которые работают, заходят на ваш сайт, у них складывается определенное впечатление, у них складывается определенное ожидание. И когда человек приходит уже в сам центр и видит совсем не то, что представлено в магазине, то тут возникает некий элемент недоверия. Значит, я категорически против того, чтобы показывать какие-то медицинские инструменты, потому что у многих людей возникает очень стойкое психологическое противостояние, они боятся, панически боятся, допустим, зубного кресла, зубного бура, скальпеля, пинцета и так далее. Вот эти бы вещи я показывать не стал. Показывал бы красивые кабинеты, обязательно они должны быть с какими-то зелеными насаждениями цветы или там какие-то элементы зеленого дизайна, потому что зеленый свет, он более спокойный, он дает человеку какое-то успокоение, когда он приходит, чтобы он не нервничал и, соответственно, с легкостью расстался со своими деньгами и воспользовался услугами именно этого центра. Спасибо, Сергей. Еще вопрос. Дайте, пожалуйста, рекомендации по размерам и весу для размещаемых на сайте превью самих иллюстраций, а также крупных иллюстраций, которые открываются в отдельном окне и применительно для карточки товаров. Значит, здесь рецептов очень много. Один из рецептов, конечно, я рекомендую размещать. Во-первых, я рекомендую, чтобы иметь исходники. И всегда иметь исходники максимального разрешения. Для чего это нужно? Когда у вас начинают эти картинки расплываться по всему интернету, это неизбежно. Не нужно их стараться портить водяными знаками, что-то как-то сделать. Вы просто портите то, что было сделано. Во многом это срабатывает негативно. Оставьте как есть. Но вы имеете бонус в том случае, когда, допустим, картинка начинает тиражироваться, вы ее увеличиваете буквально на 5-10 пикселей. И если вернуться к началу презентации, то вы увидите, как Яндекс ранжирует фотографии. Самая первая фотография будет та, у которой больше разрешения. Соответственно, у вас есть шанс, что именно по вашей фотографии будет переход на ваш сайт. тут, конечно, бы я рекомендовал какие-то определенные разумные пределы, чтобы они не превышали за 2000 пикселей и не весили по полтора, по два гигабайта. Фотография должна быть адаптирована под веб. Средний вес у нее должен быть не более 100-150 килобайт, это край. Особенно, если речь идет о региональных услугах, потому что в Москве у нас каналы широкие, они, в принципе, такие картинки проглатывают легко, а вот люди, которые находятся в регионах, у них канал не такой большой, поэтому тут необходимо, конечно, это учитывать. Ну, я думаю, где-то до 1000 пикселей и до 100 килобайт. Вот оптимальный вариант. Это вот большие превьюшки, конечно, должны быть с потерей качества и если их особенно много превьюшек на картинке, там не более 2-3 килобайт на список всех фотографий. Да, Сергей, посоветуйте или порекомендуйте, какие способы существуют для защиты иллюстративного контента? Что это значит иллюстративный контент? В принципе, любая фотография, это уже есть некая иллюстрация, неважно, нарисована она или сфотографирована, это есть уже медийный контент и его защищать можно только наверное, юридически, потому что если вы начинаете его портить водяными линиями, то это не совсем хорошо. Юридически вам необходимо иметь, во-первых, договор и акт приемка-передачи фотографий, если вы работаете с фотографом, либо какой-то репродукцией, если вы работаете с художником и соответственно иметь оригиналы для того, чтобы если возникают судебные какие-то судебные разбирательства, у вас есть юридические документы, которые позволяют доказать ваше обладание именно обладание этим контентом и дальше уже только вопрос к юристам, как они будут эти вопросы урегулировать. Сергей, человек занимается рекламой казино, как можно повысить кликабельность с помощью фотографии? Твои советы? Этот случай нужно рассматривать только исходя из дизайна, потому что сколько приходилось видеть дизайна в казино, это конечно новогодняя елка. Там все цветное, все моргает, все сверкает. Необходимо в рамках существующего дизайна определиться с акцентами. Так или иначе использовать правила золотого треугольника и делать не более трех акцентов на страницу конверсионную на страницу, которая ведет на конверсионную страницу, чтобы последний элемент, решающий элемент, он все-таки имел, ну скажем так, больше права голоса и был более акцентированным либо цветом, либо размером. Спасибо, Сергей, за информацию, очень познавательно. А что вы можете порекомендовать по фотографиям в текстильной отрасли, постельное белье, шторы? Есть какие-то, может быть, у тебя дополнительные рекомендации? Да, у меня есть клиент, мы работали по шторам, скажу сразу, что это аудитория 35 плюс либо 45 плюс женщины, они очень скептически относятся к покупкам в интернет-магазинах, и для того, чтобы получить, во-первых, получить этого посетителя на сайт и мотивировать его все-таки совершить покупку, необходимо приложить массу усилий. Во-первых, должен быть дизайн, дизайн, который бы был приятен, как минимум приятен аудитории, вашей аудитории. Необходимо шторы показывать в интерьере, ну, как вариант, что, допустим, вот данный вид штор может смотреться так, а данный вид штор должен быть смотреться так, и обязательно необходимо показывать рисунок. Это макро, либо часть ткани снята, либо часть какого-то рисунка для того, чтобы было видно нити. Потому что женщины, когда приходят в магазин, они все щупают, у них тактильное ощущение в этом плане при выборе является чуть ли не основным. И если она увидит просто шторы, ну, рисунок, ну, оттенки, ну, и так далее, а не видит, из чего она состоит, нет возможности ей пощупать, ну, в интернет-магазине она не сможет, конечно, это сделать, но макрофотография может создать иллюзию того, что она пощупала этот товар, посмотрела на рисунок, на качество, на фактуру ткани и уже, возможно, сопределилась с выбором. Либо она приедет и купит там, либо закажет и с курьером завершит свой выбор, пощупав ее окончательно. Сергей, как ускорите индексацию картинок в Яндексе? Индексация картинок в Яндексе? Ну, примерно это происходит, наверное, в течение, наверное, недели, а то и двух недель. Ускорение, ну, как можно больше страниц, вернее, как можно больше ссылок оформить на страницу, где размещена эта картинка. Как только робот придет, он ее увидит, соответственно, она попадет в индекс, но я так думаю, что робот по картинкам, он немножко другой, и он отличается от быстробота и от обычного поискового робота. Там немножко другая картина, возможно, он ее увидит, но в индекс она попадет не сразу, потому что переиндексация базы картинок, она гораздо медленнее, чем переиндексация поисковой выдачи. Сергей, твои вообще советы, как бы рекомендации для B2B бизнеса, в частности, Дмитрий Шевцов интересуется, дашь ли ты какие-то рекомендации по отрасли отопительного оборудования, радиатора отопления, бойлеры и тому подобное? Ну, по отопительным системам я бы, наверное, порекомендовал сделать, во-первых, 3D-фотографии, это очень дорого, ну, хотя бы вложиться и сделать на кассовые, на чековые какие-то вещи, ну, то, что больше всего продается, либо то, что больше всего приносит прибыли, все-таки представить, как можно 3D-модель, не знаю, там, чтобы пользователь смог его покрутить, повертеть, пощупать, посмотреть. Обязательно должна быть фотография в интерьере, как это сделано, обязательно, если речь идет о монтаже, нужно сделать фотографии опрятных монтажников, небосмачей каких-нибудь, которые монтируют, ставят, подключают и настраивают. Это не обязательно делать на карточке товара, но можно вывесить как отдельной ссылкой на страницу монтаж этого оборудования или доставка этого оборудования. То есть, человеку желательно представить, особенно в конкурентных сферах максимально полностью весь путь, который проделывает товар, начиная там с завода, ну, конечно, с завода получить фотографию это сложно, если у вас есть возможность, то можно выехать и снять там, как это все происходит, то желательно, конечно, фотография показать полный цикл, полный путь от станка, где это производится, до полной установки уже в конкретном данном случае. Хорошо, Сергей, у нашего зрителя Алмон вопрос. Магазин цветов, доставки и букетов уместно ли ставить водяные знаки на букеты? Букеты уникальные, не хотелось бы, чтобы фотографии распространились по сети. В частности, здесь есть однотипные такие же вопросы про водяные знаки. Твои рекомендации, советы? Значит, смотрите, по поводу водяных знаков. Если этого все-таки не избежать, и владелец бизнеса настраивает, что должен быть водяной знак, то я настаиваю на том, чтобы посмотрите на фотографию как на экспозицию и постарайтесь водяной знак сделать так, чтобы он не нарушал правила золотого треугольника. Во-первых, чтобы водяной знак не перетягивал на себя внимание. Он должен быть тогда не сильно броским, он обязательно должен быть бесцветным. Он может иметь как можно больше мелких частей в своем оформлении. Это не обязательно должен быть текст, это может быть какой-то лейбл. Причем лейбл должен быть на пересекающихся линиях, потому что когда он попадает на цветы, что характерно, очень сложно потом этот водяной знак удалить. Гораздо проще будет все-таки переснять или сделать свою собственную фотографию, чем чистить водяной знак именно на цветах. И, наверное, его располагать, потому что цветок сам по себе имеет форму треугольника, вернее, не столько, букет, имеет форму треугольника с наклоном вниз. Тогда может быть водяной знак использовать как подложку, как упору либо основу, который поддерживает композиционное решение фотографии букета, чтобы он не казался каким-то неустойчивым, шатким либо падающим. И, соответственно, водяной знак это как опора, как площадка, как фундамент, что ли, для этой композиции, что он будет более устойчивым, более, скажем так, приятным для восприятия. Хорошо, Сергей, спасибо. А критично ли для интернет-магазина в карточке товара использовать белый фон? Покороче, пожалуйста. Белый фон. Вообще, в принципе, я сторонник того, чтобы на карточке товара изобразить, карточка товара должна имитировать обычную витрину. Если вам с помощью элементов дизайна удастся изобразить карточку товара более объемную, чем плоскостная, чем обычная плоскость, то все-таки восприятие будет гораздо лучше уже, будет гораздо больше, доверие будет именно к этому карточку товара. А просто белый фон, он не способствует тому, чтобы оформить это как-то более объемно. Это только можно сделать, если уже сама фотография будет оформлена так, что она будет обладать какими-то 3D-элементами и сделает композицию, вот именно карточку товара, скажем так, как некая витрина. Но вообще я не сторонник белого фона. Нужно ли давать описание фотографий, Сергей? Описание фотографий, конечно, это же около картиночного текста. Если вы посмотрите доклад представителей Яндекса, двух Александров, то они прям явно говорят, что около ссылочный текст он участвует в ранжировании фотографий и они попадают соответственно в индекс. в начале в одном из слайдов была была демонстрация картинки, которые вот на этом слайде не относящиеся вообще никак к часам. Это нож, бокал и чайник. Они просто были среди текстового окружения и они попали в выдачу по запросу с рекламной съемкой часов. Несколько вопросов про бижутерию. Лучше фотографировать ювелирку и бижутерию в лайтбоксе или же на человека, Сергей? Сложный вопрос. Я часто сталкивался с ситуацией это женский товар и женщины рассматривая бижутерию на ком-то начинают очень критично относиться к модели на которой снят товар и акцент смещается уже с самого товара на тот объект на котором одет этот товар. соответственно я бы не рекомендовал если необходимо вам показать как это будет то лучше использовать манекен который не будет отвлекать внимание чтобы внимание женской аудитории не переключалось больше на саму женщину на которой объект на которой одет бижутерия и не отвлекалась от самой бижутерии. Ну из разряда юмора таких шутливых вопросов Сергей ну нужно же конечно же расслабиться муж на час ваш совет есть такой бизнес ну это человек не обязательно мужчина человек мужчина не обязательно аллен де лон опрятный хорошо одетый если мы говорим об услугах которые связаны по дому а не о других услугах то обязательно с аксессуаром либо там сантехнический ключ либо там не знаю гаечный ключ там или этот ну с любым аксессуаром который возможно будет востребован как этот как человек который предоставляет эту услугу но обязательно конечно в униформе Аиль да-да-да-да-да да смотрим 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 вопросы ну давай еще несколько вопросов Сергей опять же вот все же хотят как бы применительно к своему бизнесу рекомендации для сайта компании занимающейся озеленением офисов торговых центров и интерьеров обязательно необходимо искать фотографа который может снимать качественные интерьеры потому что в целом когда человек будет смотреть на композицию то внимание будет всегда сразу начинаться с интерьера будет оценочная оценочный взгляд о скажем так о бизнесе который представляется вот в этом именно интерьере помещения насколько он там дорог там а потом уже будет уделяться внимание тем скорее всего будут цветы я так думаю либо там какие-то определенные панели с цветами которые необходимо будет акцентировать выделив их отдельными источниками света к примеру помещение освещено определенным мягким рассеющим светом а вот акценты на цветах и на элементах вот этих вот на или это что это это озеленение да я уже другие вопросы ну вот все что связано с озеленением их необходимо подчеркнуть светом то есть должен быть хороший интерьер не обязательно супер помпезный это обязательно если речь о офисах это должно быть офисное помещение а не домашнее помещение и расставить это уже вопрос фотографа как он расставит световые акценты и подчеркнет вот именно эти зеленые элементы для того чтобы подчеркнуть что вы предоставляете вот данный вид услуги в рамках этого Сергей, огромное тебе спасибо. Может быть, есть какие-то рекомендации, окончательные рекомендации нашим зрителям, буквально у тебя несколько секунд? Нет. Рекомендации? Рекомендации обращаться к профессионалам, потому что экономия на разовых тратах, то, что связано с фотографией, она потом приводит к тому, что либо бизнес не развивается, как хотелось бы тому владельцам бизнеса, либо приходится внести дополнительные траты для того, чтобы улучшить либо существующий контент, либо полностью переснять уже сделанный контент. Таких случаев и примеров просто масса, когда называется одна сумма, люди ищут подешевле, тратят подешевле, потом все равно возвращаются и делают уже такой контент, который действительно того стоит. То есть, в принципе, как ориентир, предметная фотосъемка по рынку это 100 рублей, без обработки, с обработкой может быть 150-200 рублей. По какому рынку, Сергей? Какой город? Москва. Интерьерная фотосъемка где-то 5-6 тысяч это съемочный день, если идет речь о долгосрочном сотрудничестве, если идет речь о разовой работе, это может быть 10-12 тысяч рублей. Репортажная фотосъемка где-то 1000-15 тысяч, час. Ну и, в принципе, все, что может быть описано в рамках репортажной съемки, вот примерно такие расценки. Ну, у некоторых бывает там от 3000 минимум рабочий день. Ну что ж, большое спасибо тебе, Сергей. Ну и вам, дорогие друзья, что были и оставались с нами на вебинаре. Напоминаю, что видеозапись вебинара будет выложена на сайте Кибермаркетинга, а также на Сеопуль ТВ на следующей неделе. Если у вас остались вопросы к Сергею, ну а также вопросы к другим нашим докладчикам, чьи видеозаписи архива вы смотрели, вы можете их также присылать по обратной связи Кибермаркетинга, вам обязательно ответят. До новых встреч, дорогие друзья, удачи вам и процветания. Пока.